В апреле этого года руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин предложил альметьевским фермерам заняться плодово-ягодным бизнесом. Для этого была собрана рабочая группа, определены места для выращивания ягод, проведён обучающий семинар. Спустя три месяца в Альметьевске заработал ягодно-клубничный кластер, но первый опыт выращивания клубники дал понять, что без ценных советов бывалых фермеров не обойтись. Это риск большой. Правильно, нет, мы салону завезём сколько нужно. Говорит, вы можете попробовать, но не на больших площадях. Лучше пробовать, рисковать минимумом. Технический директор известной итальянской агрофирмы Виваефрателли Занзи Джованни Занзи внимательно осмотрел ягодные поля и вырезал своё удовлетворение организацией и результатами работы. Специалист дал советы по хранению и сбыту продукции. Сразу же порекомендовал замульчировать сеном часть клубничной рассады, чтобы проверить, насколько плодотворно это на неё повлияет. Работы начали в начале июня. Заложено 21 гектар клубники и 15 гектаров малины. Урожай планируем получить уже где-то в конце этого месяца. Ну, как говорится, первый урожай. Это огромная территория, где кроме современной техники используется и ручной труд. По словам руководителя хозяйства, во время посадки было задействовано около 300 человек. Это позволяет обеспечить занятость людей, которые не имеют постоянной работы. На ягодных плантациях трудятся в том числе школьники и студенты. Ягоды пропалываем. Работаем вроде нормально, хорошо, нравится. Начальство хорошо относится к нам. Плочит тоже хорошо. Мы довольны. Сколько получается? Ну, вот в день нам по 70 рублей платят. В час? В час. За день, если 10 часов, то 700 рублей. Ну, здесь хорошее начальство, атмосфера хорошая, люди хорошие, всё хорошо. Итальянский фермер обещал, что будет всячески помогать развитию клубничной фермы. Он готов делиться с альметьевцами всеми секретами выращивания этой ароматной и любимой многими ягодой. Алсу Гатаулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.